Привет всем, вы на канале AndroNews. Все мы знаем, что широкоформатные дисплеи это будущее в смартфонах. И на самом деле это будущее уже наступило, потому что китайцы вовсю устанавливают эти экраны в свои даже бюджетные смартфоны. У нас уже были дешевые китайские смартфоны с широкоформатными экранами и тонкими рамками. Но это была дичь из третьего эшелона, а сейчас ко мне приехал Huawei Honor 7X. Это первый меняемый смартфон среднего класса с широкоформатным экраном и тонкими рамками сверху и снизу. На мой взгляд, это самый основной конкурент таким смартфонам, как Xiaomi Mi A1 и Meizu M6 Note. Тем более, что M6 Note я номинировал авансом, потому что я его сейчас тестирую, там множество проблем с прошивкой, глобалку найти не могу. В общем-то, если смотреть на бумагу, то дела обстоят именно так, как я сказал. О комплектации долго говорить не буду. Кабель, зарядка, иголка, плюс дешевый силиконовый чехол. А вот дизайн интересный в духе последних моделей компании. Передняя и задняя панели с эффектом скругления, за счет этого смартфон отлично лежит в руке. Сзади металл, спереди 2,5D стекло. Датчик отпечатков пальцев, увы, вынесен на заднюю крышку. Но он хотя бы легко нащупывается. С местом угадали. Вы знаете, если бы мы оценивали китайские смартфоны чисто по их дизайну, то устройства от компании Huawei заняли бы, возможно, не первое место, но одно из лидирующих это уж точно. Потому что их последние смартфоны, такие как Honor 9, Honor 7X, выглядят, ну, очень круто. Со старта продаж цветов корпуса было три. Черный, золотой и синий. Я заказал синий, потому что это самый свежий цвет, и в нем смартфон смотрится очень классно. А вот тут я смотрю и понимаю, что ни одна только Meizu напортачила с microUSB портом. Huawei тоже поддалась искушению сэкономить 3 копейки и поставить старый интерфейс. Сейчас, когда все и повсюду внедряют новый интерфейс в свои устройства, устанавливать microUSB в девайс среднего класса, ну, как-то не айс. Еще одна вещь, которая меня не то чтобы разочаровала, но расстроила, то что в этом смартфоне нет быстрой зарядки. В комплекте идет зарядное устройство с параметрами напряжения 5 вольт, сила только 2 ампера. В принципе, здесь ничего удивительного, потому что в том же Xiaomi Mi A1 тоже нет быстрой зарядки. Только Meizu заморочились над этим вопросом. У меня девайс с китайской прошивкой, выпущенный соответственно для китайского рынка и соответствующим радиомодулям. Надеюсь, международная версия будет отличаться не только прошивкой, но и поддержкой большего числа 4G-бэндов. Конкретно этот Honor 7X поддерживает только 38-й бэнд из популярных, а 7-й бэнд и 20-й не поддерживается, и значит в российских 4G-сетях смартфон работать не будет. Поэтому, покупая китайскую версию смартфона, будьте готовы пользоваться только лишь 3G. За счет того, что с фронтальной плоскости было убрано все, что только можно, в довольно компактный корпус всунули почти 6-дюймовый экран с очень приличной IPS-матрицей и крутым олеофобным покрытием. И это, ну, очень серьезный аргумент в пользу Huawei. Все-таки именно на экран мы смотрим постоянно во время работы со смартфоном. Разрешение здесь такое же нестандартное, как и пропорции. Оно называется Full HD+, и, видимо, в следующем году мы будем часто видеть его в смартфонах. Пока что не все ПО адаптированное, кое-где есть рамки, но это вопрос времени. Скоро разработчики все поправят. Давайте сравним размеры трех самых интересных смартфонов стоимостью до 250 долларов, выпущенных в 2017 году. Главный прикол в том, что при такой огромной разнице в размере экранов, габариты всех трех смартфонов практически одинаковые. Разница буквально в миллиметры. Как это часто бывает с устройствами Huawei, заказанными из Китая, русский язык из коробки в этом девайсе есть. Но Google сервисов нет. Все, что для этого нужно, просто установите Google инсталлер, и все заработает. Еще один момент, который меня не то чтобы расстроил, а просто скажу как факт. Мультимедийная динамика Honor 7X звучит тише, нежели на Xiaomi Mi 5X. Но звук на Honor 7X более чистый. Собственные процессоры Kirin всегда были узким местом всех продуктов Huawei. Хотя в последние годы даже тут есть некоторый прогресс. В стабильности работы и потреблении энергии. Тут установлен восьмиядерный Kirin 659, который по производительности примерно равен 625-му снэпу и Helio P25. В целом, система и приложение работают на нем хорошо, а расход батареи на первый взгляд умеренный. Но это решение не для игр, так как видеоускоритель Malitia 830 потянет серьезные игры только на средне-минимальных настройках. Камеры Honor 7X однозначно нужно еще тестировать, но первое фото я уже успел сравнить с Xiaomi Mi A1. В обычных фото качество примерно одинаковое, иногда лучше отрабатывает Xiaomi, иногда Honor. Но в портретном режиме разница уже заметна. Honor 7X лучше размывает фон и цветопередача у него более естественная. Видео Honor 7X пишет только в Full HD, зато есть электронная стабилизация и качество картинки очень хорошее. Нет рывков и цветопередача естественная. Поругать видео можно только за то, что при смене освещения экспозиция перестраивается слишком долго. В битве фронталок однозначно затащил Honor 7X. У него шире обзоры, выше детализация и реалистичные цвета. Разумеется, все это нужно тестировать более тщательно. И если вы считаете, что в полный обзор для сравнения нужно включить Meizu M6 Note, пишите об этом в комментариях. В этот смартфон установили аккумулятор с емкостью 3340 мАч. И уже в полном обзоре я вам расскажу подробнее, что у него с временем автономная работа. Но вскидку могу сказать, что это скорее всего будет один световой день. На Алиэкспресс Honor 7X продается от 226 долларов за версию в золотом цвете. Давайте зайдем на сайт сервиса и каталог и посмотрим на альтернативные смартфоны, которые предлагают другие производители. Вообще, я редко на своем канале вам рассказываю об устройствах от компании Huawei. Ну, потому что они, как правило, очень дорогие. Но с этим продуктом компания Huawei реально заморочилась. Она смогла предоставить пользователям и нормальную цену, и технические характеристики. Хотя я понимаю, что у него куча изъянов, таких как, допустим, процессор Kirin 659, отсутствие быстрой зарядки, ну и множество всего такого. Я все равно понимаю, что у нас перед глазами потенциальный конкурент Mi A1 и Meizu M6 Note. И, возможно, этот девайс окажется лидером среди них. Ну, а пока что я вам напоминаю, что на нашем канале проходит грандиозный конкурс, в котором я разыгрываю 4 смартфона Xiaomi и OnePlus 5. Стоимость этих призов составляет полторы тысячи долларов. Если вы о нем ничего не слышали, пожалуйста, регистрируйтесь по ссылке в описании. Вся информация будет, опять-таки, в комментариях и в описании. Ставьте палец вверх под этим роликом для того, чтобы поддержать наш проект. Подписывайтесь на канал. И да пребудет с вами Android. Пока-пока.